Расскажите, почему так тяжело идет вопрос монархизма в России, то есть вот сама идея возрождения монархии в России? Что вы думаете? Что именно? Ну, во-первых, это, конечно, 70-летняя пропаганда советского режима, который, в общем-то, столько вылил грязи и клеветы и лжи на вообще всю русскую историю, а она была на все сто процентов, в общем-то, монархической, да, что мы вспомним, и до Монгольской Руси, и Московской Руси, и Петербургской Руси, она вся построена на монархическом принципе. Другое дело в той или иной степени сочетавшее с аристократией и земским самоуправлением. Были периоды, когда это сочеталось, были периоды, когда, к сожалению, от этого отказывались, и тогда мы обвергались определенными смотами, вот, но когда это восстанавливалась, вот эта схема, да, пролегия, то есть сочетание трех властей, то это и была, то есть наша традиция. И сейчас, ну, лично я считаю, что без добольшевизации русского самосознания просто сама идея монархии не может войти в сердце и ум просто человека, потому что у него, так сказать, давлеет над ним вот эта вот, так сказать, советская пропаганда. Они же это все под видом правды, понимаете? Получается, что все, что говорится против этого, якобы не право. Не только 70 лет пропаганды коммунистических идей, но и 70, практически 100 лет идет геноцид русского народа. Это совершенно откровенный геноцид, где-то он, так сказать, затушевывается, где-то, так сказать, в нем, так сказать, никак никто не говорит, никто, что никто не говорит, не говорят, но дело в том, что это идет, и особенно идет пропаганда русофобии. Это везде, на всех каналах. Либо это, так сказать, с либеральным ипотекстом, либо это с коммунистичным, но с сущностью все это одно и то же. Поэтому это закономерно. И хорошо еще, что у нас есть отдельные люди, которые, не много их, но тем не менее, которые понимают, что, собственно, происходит, и пытаются противодействовать этому явлению. Вот смотрите, если мы сейчас окунемся на секунду в историю, да, мы с вами знаем, что российский перестал не только русский, да, почему вопрос именно монархия и русский всегда как бы два в одном ваше мнение. Народы в истории есть разные. Есть республиканские, а есть монархические. И вот мы, русские, это явно совершенно народ монархический. Поэтому, кстати говоря, интернационалисты и, собственно говоря, захватчики русского царства, они, в общем-то, вынуждены были играть от единоличности своей власти, да. Потому что, чтобы как бы персонифицировать, да, перед русским человеком, там должен был один человек. И вот эти там диктаторы, потом тираны, вот, они, в общем-то, играли на этой, как бы, единой воле. Другое дело, что это, у этих тиранов этот город попирало традицию, а, собственно говоря, как я уже сказал в первой части, да, нашего диалога, собственно говоря, сословно-представительная монархия, да, Велесенбиржанная монархия. Это есть наша история. Так сказать, почему так происходило в русской истории, так сказать, когда, собственно говоря, было ярко выражено монархическое начало, да, ну, я так думаю, что это было вполне, опять же, экономерно и совершенно, сказать, однозначно, почему-то все это вытекает из православия. Почему? Потому что сарь – это, на месте, так сказать, как бы, так сказать, Бога на земле. Так оно, собственно говоря, и получалось. Мы никогда, так сказать, не противились этому, в основном, так сказать, массе народа. Никогда не было противодействия. Другое дело, что отдельные люди выступали. Это было. Ну, и, ко всему прочему, наполнение царской власти, оно не совершенно другое, нежели, так сказать, мы иногда понимаем. Это не какие-то привилегии себе такое, это все огромнейшее ответственность. И всегда, и, так сказать, везде направляется. Если бы вам задал прямой вопрос, что должно, вот сейчас, реальное произойти в стране, чтобы народ повернулся лицом к понятиям, как это будет? Что-то реальное, конкретное? Или это только комплекс проблем? Нет, ну, конечно, это комплекс, это, прежде всего, индивидуальная переоценка ценностей должна происходить. И беда-то в другом. Беда в том, что большевики создали этот вот хемероидный, ушный советский народ, который, в общем-то, ждет ценных указаний сверху. А задача, значит, от монархии предполагает, опять же, свалку. Как это ни странно, свободу воли, да, Великой Господь нам всем даралась свободу воли. И, как бы, два пути, действительно, дал, да? Либо сообразовывать свою воду с Божьим водом, что, как раз и является путем возрождения Бога поставленной власти, да? Либо, так сказать, использовали этот дар Божьим, да? Именно по усмотрению своим, но, так сказать, как бы, от множества путей, да? И либеральный, и интернациональный. Вот, но, как это убедительно доказал профессор, там, академик Шафаревич, я рассказывал, даже название книги, это два пути, и одного пути. Ну, то есть, это... И, причем, именно либерализм дал возможность коммунистам потом, ведь это же именно либеральная идея, это партийная ликтатура, на самом деле. Это же именно так было принято. А коммунисты, фактически, религиозовали, это было дело. Ну, поэтому... И, заметьте, собственно говоря, какое-то государство, да, оно же и рухнуло, именно потому, что оно было насквозь партийным. То есть, как только партия отказалась давать ценные указания, все угодно, потому что вся остальная масса ждала приказа этой партии. А их не пустыла. А задача, значит, русских людей, так сказать, именно разорвать этот порочный круг, да, начать думать самостоятельно, проанализировать всю русскую историю от самого начала до сегодня, вот, и, как бы, получить вот эти... не внешние знания и умения, которые мы не будем, да, а пропустить через себя свою волю и как раз именно уже свободной волей притворять в жизнь. Ну, давайте позволим сказать, что для другого воли, да. А сейчас мы определяем совершенно муками на метровской истории, тогда, когда, с одной стороны, пробуждается самосознание, а с другой стороны, так сказать, есть противодействие, так сказать, соответствующих структах. Причем не только на внутреннем нашем, так сказать, в роде, но и в роде. И поэтому я давно-давно себя поймал по мысли, что нам, так сказать, очень сильно поможет катастрофа. Катастрофа, так сказать, вот, не очень сильно мирового порядка, тогда, когда трава мирового порядка в этот перепорядок перестраивается. И в этом случае мы, полумпоявляем, мы получаем уникальный шанс, пока, мы уже получаем уникальный шанс, тогда, когда внешние силы не смогут так плотно контролировать Россию. А как раз сможем проскочить, ну, это буквально несколько месяцев, может быть, там, два-три-четыре месяца, максимум полгода больше этого не будет. Вот, это уникальный шанс. Почему-то, что до другой никак, этого шанса не будет. Почему-то, что всякое сопротивление, всякое накормление, оно подавлялось. И, в принципе, сейчас то же самое начинается. Вот, но нам, во-первых, выставить, и, во-вторых, собственно говоря, так сказать, самое главное осознать, что этот шанс вот есть, его надо использовать. И поэтому возрождение России возможно только тогда, когда, не только под знаменем, так сказать, и, опять же, русским, а не под каким-то красным знаменем. Под красным знаменем не будет. Я бы даже на это, наверное, и поставил точку именно этой вашей фразы, где вы сказали «выстоять», и у нас есть возможность что? Победить. 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 Используем reden. -